Муахид, я еврей, я мусульманин, я за газу, я знаю много евреев, принявших ислам, у нас в городе евреи даже имам мечети в Уфе, я очень удивлен, пусть берут автомат и едут в газу. Томсо заметил, что за поддержкой правительством Украины и Израиля Россия на нескольких фронтах пошла в наступление, может все-таки карма начала действовать? Томсо, какой выход из этой ситуации видишь ты? На какой компромисс должны пойти стороны, чтобы уладился конфликт? Сейчас они должны прекратить кровопролитие, должны вступить в переговоры по обмену пленными, и уже по результату этого путем переговоров должны прийти к реализации резолюции ООН, два народа, два государства, отпустить оккупированные территории. Я думаю, это единственное решение, как и в принципе весь этот мир, большинство этого мира об этом говорит. Даже те, кто официально занимает произраильскую позицию, даже они говорят о том, что нужно реализовывать эту ООНовскую резолюцию, нужно. Без этого мира там не будет. Мир возможен только, если будет палестинское государство и будет деоккупирован Иерусалим и другие земли палестинцев, которые оккупированы. Также, вот смотрите, сейчас идет война, и даже, кстати говоря, даже во время войны сейчас выходят в Тель-Авиве, антиправительственные акции проводят евреи, жители, граждане Израиля, постуют против своего правительства. Но если война, допустим, это будет какое-то перемирие, что-то произойдет, какое-нибудь гуманитарное даже перемирие, понятно, что это правительство, оно слетает. Слетает. И к ним там очень много вопросов. И это правительство, оно такое, ну, шовинистское достаточно. Это как раз они и правительство Нитаняху является таким право радикальным. И именно они продолжали вот эту оккупационную политику. Еврейские поселения на западном берегу, вот эти вот все эти моменты, они все это делали на протяжении вот этих вот многих лет. И к ним сейчас очень много будет вопросов, понятно, что они слетят. Поэтому не вы, конечно, интересов сейчас это все право крития останавливать. Но его остановить надо. И решать этот вопрос переговорами тоже надо. Возвращать права палестинцев надо. Но не исключено, люди, что мы с вами сейчас уже вступили в очень глобальный процесс изменения мирового расклада, мирового порядка. Так как то, что происходит, это все-таки не какие-то региональные, локальные конфликты. Сейчас происходят более глобальные вещи. В контексте событий в Украине, начавшаяся война на Ближнем Востоке, она не может отдельно рассматриваться, понимаете. Да, хоть там и нет каких-то прямых пересечений, но мир делится на два лагеря. И, к сожалению, так происходит, что если в Российско-Украинском конфликте в этих двух лагерях было понятно, где есть сторона, на чьей стороне правда, а на чьей нет, то когда добавился уже вот этот конфликт, получилось, что с этой стороны, уже со стороны правды в этом конфликте оказались те, кто вдруг в Российско-Украинском конфликте находится на стороне зла, неправды, понимаете, как все перемешалось. И вот здесь уже эта ситуация, которая в понимании очень неприятная, когда ты это понимаешь, когда ты понимаешь, что здесь те, кто ребята хорошие и они действуют в наших, допустим, интересах, я имею в виду чеченских, интересах мусульман Кавказа, то мы понимаем, что здесь уже в этом конфликте они действуют против интересов мусульман Палестины. И здесь мы не можем закрыть глаза на интересы этих мусульман, понимаете. И вот этот мир, который сегодня делится на вот эти два лагеря, и с обеих сторон очень мощные игроки в этих обоих лагерях, и так получается, что даже члены НАТО оказываются в этих событиях на разных сторонах, в разных лагерях. Это очень серьезные глобальные такие процессы, которые, возможно, приведут к переформатированию мироустройства. Уже о том, что ООН потерял легитимность, что это абсолютно бесполезная организация, говорит уже Израиль. Понимаете, если до этого там Украина это говорила, то теперь это уже говорит Израиль, уже об этом говорят многие страны и государства. Это может повлечь очень серьезные события, в том числе и кровавые. Могут начаться кровавые события еще в других регионах, там, где есть вот эта напряженка уже на протяжении долгих десятилетий. А в мире есть несколько таких точек. Это китайско-тайванская история. Это северо-юго-корейская история. Это история на Ближнем Востоке, сколько там таких еще очагов. В общем, это мы с вами должны быть готовы к очень таким глобальным и серьезным событиям. Так, у меня были сообщения в эфире. Так, спасибо, что живой. Я очень рад тебе. Дай бог силы и здоровья. Тебе это единственная надежда на будущее. Спасибо, конечно. Но это, по-моему, перебор насчет надежды на будущее. Валил, как ты себе объясняешь то, что европейцы открыли границы для миллионов украинцев и даже селили свои дома. Но ни одна арабская страна не открыла границы для палестинцев. Шейхи просто наблюдают. Я, к сожалению, себе это не могу объяснить. И не хочу, честно говоря, даже себе это объяснять. Я не знаю, чем они там руководствуются, какие там могут быть политические цели. Я понимаю, что людей там нужно спасать. И любая позиция любой страны, которая препятствует спасению этих людей, эта позиция неприемлема. В Израиле живет около полтора миллиона арабов, палестинцев, 20% граждан Израиля, которые имеют только лишь израильское гражданство. Эти, они полностью поддерживают жителей Газы, но они не вышли выискивать евреев. Муахид, я еврей, я мусульманин, я за Газу, я знаю много евреев, принявших ислам. У нас в городе евреи даже имам мечети в Уфе. Я очень удивлен. Пусть берут автомат и едут в Газу, а не самолет штурмуют с мирными лагутами. Не, на самом деле, я, конечно, никого не призываю, никакие автоматы брать и никуда ехать. Я просто призываю людей к тому, чтобы остудили немножко эмоции и благоразумие. Надо быть все-таки благоразумными. Томсо заметил, что за поддержкой правительством Украины-Израиля Россия на нескольких фронтах пошла в наступление. Может, все-таки карма начала действовать? Поддержка Израиля-Украиной, на мой взгляд, это был очень необдуманный и поспешный ход со стороны украинских политиков. И это, конечно, сыграло не на пользу Украине. И сыграет в дальнейшем. Ну, видите, здесь эти события, они, события на Ближнем Устоке, они внесли свои корректировки в российско-украинский конфликт. И не в пользу Украины они внесли. Как минимум, внимание от Украины ушло, мировое сообщество. Да, поддержка, которая до сих пор делалась только Украине, сейчас ее нужно разделять между Израилем и Украиной. И приоритетом для США является именно Израиль, а не Украина. Поэтому эти события, они, конечно, не на пользу Украине. И при этом они на пользу России. Россия из этого получила свою выгоду. Субтитры создавал DimaTorzok